Китайцы разработают плазменную артиллерию. Оружие 1246-20 FEV. 2019 сложность 3.4. Китайцы разработают плазменную артиллерию. Китайские самоходные гаубицы. Плаза 07. Кремлен.ру Командование Народно-освободительной армии Китая объявило конкурс на разработку технологии получения замагниченной плазмы в артиллерийских орудиях, использующих традиционный способ стрельбы снарядами. Как пишет Чейнс, по итогам тендера военные намерены получить теоретические расчеты для новой технологии и опытные артиллерийские установки для проведения испытаний. В современной артиллерии для ведения огня используются выстрелы с высокоэнергетическими пороховыми зарядами. При стрельбе боек бьет по капсюльной втулке в донце гильзы, благодаря чему происходит поджигание порохового заряда. Выделяющиеся при горении заряда газа с силой выталкивают снаряд из ствола. Китайские военные предполагают дополнить эту схему установкой в артиллерийские орудия системы образования замагниченной плазмы, то есть плазмы, находящейся в магнитном поле. Подробности, как такие системы можно реализовать в конструкции орудия, не раскрываются. В 2015 году Инженерная академия бронетанковых войск Народно-освободительной армии Китая получила патент на похожую систему. Согласно этому патенту, ствол орудия предполагается покрыть магнитным материалом. Кроме того, в конструкции установки должен использоваться генератор магнитного поля. Предполагается, что в момент выстрела часть пороховых газов под воздействием высоких давлений и температуры будет ионизироваться, становясь плазмой. Последняя в магнитном поле должна образовывать плазменную пленку толщиной около миллиметра по всей площади канала ствола. Разработчики полагают, что эта плазменная пленка позволит уменьшить действие радиальных сил и температуры на ствол, сберегая его ресурс, а также повысить начальную скорость полета снаряда до скоростей, превосходящих скорость звуков 6 и более раз. Такая начальная скорость снаряда для традиционной артиллерии недоступна. Китайские военные полагают, что использование подобных технологий в артиллерийских установках позволит существенно увеличить их дальность боя. В частности, дальность боя гаубицы калибра 155 миллиметров можно будет повысить с обычных 40 километров до 100 километров. В середине января 2019 года сообщалось, что китайские разработчики провели успешные испытания корабельного рельсотрона. Морские испытания нового орудия планируется завершить в 2023 году и к 2025 году подготовить рельсотрон к установке на корабли. Василий Сычев